Зуев 19-12, рекорд 6-4, соответственно, у Филончика. Это чисто белорусское противостояние, но от этого оно не становится менее принципиальным. Дмитрий Филончик, 24 года бойцов, кстати, в этом отношении тут надо отдать должное именно этим цифрам. Он младше, причем младше, конечно, на 8 лет, но хотя в очереди точно зависит от того, как видеть, что готовы здесь и сейчас. Мастер спорта в коке-боксингу, победитель Кубка мира K1 и бронзовый призер чемпионата Европы. Вы, кстати, победителем чемпионата Европы, серебряным медалистом континентального финанса и чемпионата страны еще 15-17 года. По-прежнему, держит титул чемпиона Беларуси K1 и обладатель Кубка страны. Все это Дмитрий Филончик, представитель спортивного клуба «Патриот» из Борисов. Мы прекрасно знаем, что клуб «Патриот» подготовил большое количество именитых спортсменов. И Дмитрий Филончик также не уступает им ни в чем. И сейчас он будет доказать именно это, что он сильнее. Ну и Дмитрия Писецкого, как ему сдать старшую легенду, который будет сегментировать Беларуси Кубка в этом бою. Три-три-три-три-три и Лучик! Денис Зуев! Денис Зуев, чемпион мира среди профессионалов по верхней клубу Луфай. Представляю легендарный клуб «Гриддинг Джим». Всегда готов к победе, всегда готов побеждать. Будет жарко, ни шагу назад. Вперед! Чемпион мира по версии Луфай. Мы знаем этот промоушен, мы знаем эти турниры, которые проводились в Китае. Будем надеяться, что скоро времени возобновятся. Многократный призер чемпионата страны. Интерконтинентальный чемпион, опять же, по версии Луфай. Смотрите, какая свита у Дениса Зуева, Романа Джиха, «Гриддинг». «Гриддинг Джим». Ну, что касается команды «Гриддина», то мы знаем давным-давно. И в 21 веке практически все элитные бойцы выходили на международный ринг как раз с секундированием «Гриддина». Ну, один Алексей Игнашов. Мы помним, что с Алексеем Гриддин в Новой Зеландии, не знаю, полгода-полтора, наверное, провелся. Все легенды. Когда-то работали, как говорится, в одной упряжке, в том числе это касается Дмитрия Писевского. Клуб «Чинок», мы помним об этом. Сейчас Сергей Иванович Поблежневу поддерживает легендарный клуб «Даблоу». Но нынче уже в соперниках. Дмитрий Писевский, клуб «Патриот» и «Гриддин Джим». Главный бой по К1 в рамках турнира «Пиевский». Денис Зуев! Денис Зуев, Дмитрий Пилончик. Продолжение следует... ...производитель Хайди от Блукона. Его профессиональный рекорд. 6 побед, 4 побед, 182 км. Его профессиональный вес – 71 кг. 24 лет. Дмитрий Пилончик. Его оппонент в рамках. Он 172 кг. Его профессиональный вес – 71 кг. 32 лет. Его профессиональный рекорд. 19 побед. И 30 побед. Денис Зуев! Пожали руки. Внимательное слушание команды. Правила знаете. Желаю красивого и честного бога. Пауквам. Денис Зуев! Денис Зуев! Очень серьезно готовился к этому поединку Денис Ну так быстро он пошла Но Зуев поддавливает чувствуется Сейчас он так психологически Такая перспектива досрочного завершения Дмитрий Филончик просто так бы тоже не попал в супер-8 Не будет он хорошим спортсменом Поэтому я не думаю, что дрогнет Да, дрогнет, но будем смотреть, кто готов лучше Кто лучше готов, кто победит Брэк! Стоп! Стоп! Брэк! Так назад делаем оба Стой! Надо понять, что на международном рейнге В том числе это касается кунг-файта Там иначе бои и не проходят Там не так уж и часто можно увидеть поединки Где в пол раунда можно отдать на разведку Жесткий луки Пара-тройка жестких луки В таком тайском стиле Проветка, так сказать, боевого духа И крепости ноги соперника Ну и с рук, как у Зуева, в принципе, неплохо получается Ну приблизительно в такой манере и насыщился Готовь! 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 Потому что поближе, возможно, он это делает, да. Правосторонняя стойка, то есть здесь нужно быть аккуратным, в том числе и держать правый край по отвесению. Не знаю, много лучшей, которые были специалистами таких ударов. Ну вот, да, сейчас Леву Глеб старта похожая. Насколько затравок как-то быстро прошло, вроде бы и особо активной работы не было. Но это одноклассный Зува, который задал очень хороший темп, он сейчас с одним ударами. Трудно судить, да, инициатива исходила от Зува, это однозначно. Но при этом Филочек не дрогнул, он довольно часто на контратаке попадал правый. Набрежение в воздухе так и летает, поэтому раунд так быстро закончился. Хотя он только может, что всё двигается, всё развивается, не касается поведения, например, BFC. Я в разном поведении, например, BFC прошлого года и предыдущих сезонов здесь уже и уровень достаточно высокий. Мы, естественно, со своей стороны стараемся, показываем. Каждая трансляция всё прибавляет и прибавляет в качестве. Но вот можно будет попробовать как-то шумовые микрофоны и подсказки того или иного угла. Примерно сейчас было бы очень интересно сравнить подсказки Песецкого и Гридина для ярчайших специалистов, которые когда-то работали вдвоём. Мы видим, Гридин не вышел от того, как он на Песецкого. Здесь фактически нет раунд. Мы желаем, что это за рамки уже пришло. Второй раунд. Пайк! Пайк! Почти! Паффи! Пайк! Попадает от Филончик. Попадает! Попадает тоже неплохо. Попадает Филончик. Вроде бы его прессингуют, но он отвечает хорошо. Паффи! Паффи! Не пережидай! Не пережидай работы! Работай сам! Но это очень однонекозатратная манера боя, но для него хватило. Готовьте гол! Сейчас, да, колено могло вылететь, но, к сожалению, для филорчика пошло, значит, направление. Брать! Стручиво! Перед ногами! Шанек! 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 Зуев продолжает работать первый манер, в ночь не уходит. Зуев выпустил руки и уклоняется. Взять! Взять! Шанек! Вот сейчас, опять же, открылся, да, то есть Зуеву можно было бы этим воспользоваться, но он старается не забывать о защитном. Важный момент, Зуев хочет выхватить. Зуев, конечно, прибавил скорость. Отсчитывает нокдауна. На филончику за минуту 40 до окончания раунда. Вот он, готов? Ну, кстати, Диазу Эмит тоже хорошая пауза, отдышался, сейчас продолжит давить. Жёстко напалзую с на филончика. И филончику, мне кажется, надо бы ключевать, потому что если он в таком темпе будет продолжать просто принимать на себя удар, и будут проблемы. Звон у нас услышит. Второй раз кладет руку на затылок. Допускает жёсткий удар сейчас филончик. Стандартные прямые удары руками. Хорошо, что переход не попал, можно сказать. О, как хорошая встреча в этой зоне на филончик. Почувствовал, что Денису не скажет. Сейчас филон таки продолжает. Ну, умеет терпеть боец. Как и Филончик тоже пропустил большое количество ударов. Но до конца, до конца всё работает. Большую огласку этот бой произвёл вообще с мишки белорусского кикбоксинга. И все очень обсуждали этот поединок. И мне кажется, либо Узова начал немножко подплывать всю правую глаз. Я не знаю, возможно, мне это показалось. Тяжело это сейчас заметить. Да нет, не похоже. Какая-нибудь, чтобы так, чтобы это сильно меньше было. Как идти, 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 идти! Пустили! Пустили, что-то пытался. Работал точно, что он умеет на резюме. Гаиле практически вдоль всех уже на последних секундах. Стоп! Ну что ж, пропускал. Он пропускал на контроле. Но в целом, конечно, нокдаун. Причём ещё второй практически под самый занавес. Конечно, этот раунд остался за Дениса. Восемь. Готов. Ну и в целом у нас получается, да? Засчитают? Да, засчитал, даёт продолжить третий раунд. Рефери отсчитал нокдаун. Заметил, что Филончик в состоянии продолжать. И он разрешил секундантам войти в октагон. Что третий раунд нас всё-таки ожидает. Ну что ж, здесь очевидное преимущество Зуева. Зуев работает именно прессингом. Прессингом, давлением очень ярко. А манера именно проведения поединка, она предполагает хорошую техническую подготовку. Ну, Дмитрий тоже боец высокого уровня. Однако Зуев со своим опытом выступлений, победным опытом выступлений на серьёзных международных турнирах, в частности в Хун-Луне. Мне кажется, вот как раз эти разговоры его подстегнули, чтобы показать, кто в этой весовой категории, ну, по крайней мере, один из лучших в стране. Очень текущий. Сейчас нас третий раунд ждёт. Я думаю, что Зуев будет уже в тот же момент. Я уверен, если сегодня ещё больше добавить в темпы, но ему менять нет никакого смысла тактику. А вот Филончик должен что-то предпринять. По нокдауну. Вот видите, да. Нечего не меняться предсказуемо. Сразу медаль пик, и идёт работа сразу. Сразу побежал заказчик в бой досрочный. Не хочет пролазать. Красивый темп по обе идеи. Это надо было должное дело. И еще один из главных континдентов, это Дени Зуев, и звание чемпиона в Рейн-Пре Супер-8. Но сейчас мы можем говорить об этом точно. Польший бой не закончил, но... Слова левая рабочая, справа. Мы видели из-под Оренко уже руки сейчас слива, и можно сказать, два серьёзных континдента. И вот снова мы на стриме здесь просто уже потерял на весе, пропустился. У Филончика уже есть два нокдауна. Да, ну-ка, много. Ставь! Отдяки, Филе! Ставь! 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 Да, звук работал так, словно, и не было позади. У двух раундов точно так же. Манера... Ну, только что Фисо первые трехминутки он провел чуть помедленнее. Релово! Попускаю сейчас Филончик серьёзно, Глану Зуф ещё более увеличил свои преимущества. Ставь! 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 Не тренируемся! Пайк! Давайте отдадим должное Дмитрий, не сдаётся до конца. Статус поезд! Статус не позволял, здесь ещё такие люди в иглу, да? Брать! Бегает Зуев за филончиком. Ну, тоже неплохая тактика у Дмитрия. Может на отмыши ответить неплохо. Ну, трудно это предсказать, потому что минута всего осталась. Сокременчик пропустил уже немало. Сил остается немного. Сказать, чтобы Зуев сейчас строго переходит на манеру и сейчас опознает свое преимущество. Ну, что теперь? Надо как-то отвечать Дмитрию. Понятно, сил уже нет. Говорить всегда легче. Но он может потерять шанс бороться дальше. Супер-восьмерка. Пока к этому как раз-таки все идет. Увы. Ну, что ж, ответ, я думаю, получен. Сейчас у нас остается 20 секунд. Зуев филончик, кто сильнее здесь и сейчас на данный момент. Что ж, более опытный, более мастеровитый, обладающий опытом именно международного уровня. Международного класса Денис. Я думаю, одержит победу в этом бою. Зуев, Вы народ! Присоед, Гави! Дали! Очень жаркий бой! Стар, стар! Высокая конкурентность, которую многие вполне могли бы предположить, в главном бою с программой кейпбоксинга не получилось, но тем интереснее, да, вот мы видели сейчас, конечно, скорее всего, победу Сулева, бой с Потаренко, видели возвращение в октагон Дениса Вараксы, все хорошо, что тут очень много событий зажечь в бою, слишком. На середину. Ну и, по сути, если уж разобраться, самый яркий бой был, конечно, Филиппова и Магомар. Хорошая программа кейпбоксинга, но реально хорошая. Одна из лучших в сезоне. Поздравляем Дениса и Дмитрию не отчаиваться. Он показал себя очень хорошим бойцом. Денис, во-первых, мы тебя поздравляем с этой победой. Шикарный бой, люди радовались, всем нравилось, все было круто. Как ты? Как всегда, отлично. Спасибо. Благодаря вам, этому рингу, шанс, что дала организация подраться, так как уже полгода не проводились бои нигде в связи с этой ситуацией. Поэтому приняли решение подраться здесь, предложили, сделали. Очень хороший турнир устроили. Организаторам всем до единого огромное спасибо. Всем зрителям, кто пришли поддержать за меня, не за меня. Благодарю. Ну что же, прямо сейчас у тебя будет возможность поблагодарить тех людей, которые организовали тот самый «Супер-8», который мы наблюдаем. И это был первый бой. Прямо сейчас в октагон я приглашаю биг-босса Максима Анатольевича Королькова. И, конечно же, одного из самых ярких и лучших спортсменов в К1 Чингиза Алазова. Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить вообще за такой прекрасный бой Дениса и его соперника Дмитрия Филончика. Это был очень интересный и конкурентный бой. Денис показал свой профессионализм. Поздравляю команду Дениса Зуева и команду Гридинджим с такой победой. У нас есть первый чемпион первого боя в «Супер-8». Так что идем вперед и побеждаем. Поздравляем Дениса с выходом в одну вторую «Супер-8». Я думаю, что Денис давно не боксировал нас в Беларуси и порадовал нас классным, крутым боем. Следим дальше, смотрим и скоро в декабре мы узнаем победителя этой «Супер-серии». Спасибо нашим зрителям. И еще раз поздравляю вам. Всем спасибо. Ну что же, впереди наш Денис.